Один из пунктов временного размещения жителей в случае наводнения будет организован в 57-й школе Самары. Здесь подготовлены комнаты матери и ребенка, спальные места, закуплено постельное белье, предусмотрен подвоз горячего питания и сухпайков, а также детского питания. Такие пункты временного размещения есть в каждом районе Самары. В случае паводка в зону подтопления могут попасть дома, расположенные в Куйбышевском, Красноглинском, Советском и Железнодорожном районах. В Самаре прошла командно-штабная тренировка на случай возникновения паводка. В ней приняли участие представители всех районов города, сотрудники МЧС, заместитель главы Самары Александр Андреянов. Сейчас мы просматриваем готовность всех сил к тому, что, возможно, произойдет паводок. Ситуация в области достаточно напряженная по этому поводу, соответственно, все службы должны быть готовы. Сейчас проверяются наличие этих служб, готовность их, готовность материально-технических ресурсов, ну и все, что с этим, соответственно, связано. Районные власти подготовили списки жителей, которые самостоятельно спастись не смогут. Это маломобильные граждане. Для них предусмотрены места в санаториях. Определен порядок водоснабжения во время паводка. Заключены договоры с компанией-перевозчиком и с лодочными станциями. На одной из них и отправились из пункта временного размещения участники командно-штабной тренировки. На берегу реки Татьянка расположен центр МЧС. Это мерная линейка, по которой измеряют уровень воды в реке. Как мы видим, до критической отметки еще достаточно далеко. А первые дома могут оказаться в зоне подтопления, когда уровень воды в Волге окажется на высоте 32,5 метра. Участники командно-штабной тренировки осмотрели спасательные средства, лодки, мотопомпы, носилки, спасательные жилеты, машину повышенной проходимости. Она нужна в тех случаях, когда воды на дороге слишком много и на обычной машине уже не проедешь, а для использования катера недостаточно глубоко. Основная цель и задача была этой комиссии – это посмотреть текущую обстановку, которая на сегодняшний день складывается в городском углу Самары. У нас на 18 апреля на 10 часов утра уровень воды в реке Волга у города Самара составляет 30 метров 19 сантиметров по Балтийской системе. Что на сегодняшний день считается в порядке нормой весеннего бумаги. Если взять сравнение с прошлым годом, то именно 18 апреля 2023 года уровень воды составлял 31 метр 92 сантиметра. Потом шел на спад. Последний сброс воды на ГЭС ожидается 26-27 апреля. По прогнозам, которые дает Росгидро, объем составит примерно 26 тысяч 500 кубических метров в секунду. В этой ситуации уровень воды в Волге может подняться до 32 метров по Балтийской системе. По мнению спасателей, это не приведет к значимым затоплениям территорий. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Продолжение следует...